Привет! Сегодня мы обсудим минусы Польши. Тема оказалась, как ни странно, гораздо сложнее, чем плюсы, потому что в плюсах у нас было, в большинстве их просто совпадало, а минусы у каждого свои. Поэтому не обессудьте, делимся теми минусами, с которыми мы лично столкнулись, которые, в общем, довольно неоднозначны, наверное, в некоторых случаях они могут быть и плюсами, и минусами, в зависимости от контекста. Минус, который я бы выделила, связан с медициной, но это, возможно, связано с пандемией. Дело в том, что я упала с велосипеда в августе прошлого года. Я обратилась в поликлинику по страховке. Там меня принял врач и направил снова в госпиталь. И вот запись эту я ждала где-то полгода, наверное. То есть вот это очень долгая история. При этом есть платная медицина, а именно есть замечательная такая специальность. Это семейный врач, который действительно может наблюдать всю вашу семью, то есть от младенцев до пожилых родителей, да, и знать, по сути, вас от и до. Но почему-то у нас так сложилось, что несколько раз мы промахивались с диагнозами, вернее, получали диагноз, который в конечном итоге оказывался неверным, по крайней мере, так получилось с детьми. Нам прописывали лекарства, которые, опять же, либо были избыточные, либо недостаточные. То есть у нас процесс лечения, и только там со второго-третьего раза, да, наконец-то там прописывался, либо антибиотик, который, кстати, здесь очень не любят прописывать, что, в общем, наверное, правильно, но тем не менее. То есть ты проходишь много разных путей, да, прежде чем найти какое-то, господи, вот, наконец-то, то нужное лекарство, и ребенок твой за 2-3 дня становится на ноги, и все, и ты вместо этого тратишь там месяц или около того. При этом надо отметить, что, например, роды в Польше бесплатные. Род дома, по крайней мере, тот, в котором я была замечательно оборудована, да, это отличные комфортные условия, шикарные родильные залы, там, в разных тонах, где может присутствовать твой партнер, муж, по-моему, вся твоя семья, потому что очень-очень хорошие комфортные условия. Но чтобы туда попасть, здесь начинается тоже целая интрига. День, когда тебе уже стоит ложиться, ты звонишь, тебе проверяют наличие места, говорят, можешь ли ты приехать. И так происходит изо дня в день. Как правило, тебе говорят, нет, сегодня места нет, подожди до завтра, на завтра повторяются похожие ситуации, и так далее, и так далее. Когда ты, наконец, попадаешь в роддом, то оказываешься в таком зале, где сидит много потенциальных рожениц, в общем-то, все довольно, в общем-то, усталые, измученные, которые просто сидят и ждут. И только, наверное, через пять или шесть часов ты попадаешь в врачу, который решает твою судьбу. То есть оставляет он себя здесь или же отправляет домой. Честно говоря, то есть в связи с этим, конечно, немножко ощущение, то есть отличные условия в самом роддоме и вот это вот тонительное многочасовое сидение в коле оставили у меня такое смешанное ощущение от, скажем так, от этого процесса, да, довольно спорное. И проблема, например, только для меня тоже получилась с тем, что я ожидала врача, с которым договаривалась, наверное, большинство россиян, как украинцы знают, что когда ты рожаешь, ты привык заранее договориться с тем или иным врачом. В данном случае тоже мне обещал быть врач, который специализируется на двойных. Но она просто не приехала и совершенно спокойно к этому отнеслась и сказала, что в этом нет ничего такого, потому что у нас, соответственно, все специалисты хороши. В итоге благодарна врачу Юрию, который в тот день дежурил и помог мне родить детей. Одним из минусов в Польше, я считаю, что смертный религиозный. Например, в школах и лицеях, то есть в средних учебных заведениях у тебя есть такой предмет, как религия, но тебе не расскажут про основы буддизма, ислама, православия, католицизма вместе. Нет, там будет только католицизм, его основы, его святы, его пророки. На протяжении всех лет обучения у тебя есть только одна позиция и ты можешь ориентироваться только на нее просто потому, что ты не знаешь других. Почему тебе рассказывают только про один способ существования? Мне кажется, это неправильно. Чрезмерная религиозность привела к тому, что в Польше ввели запрет на аборт. И это, конечно, здесь очень такая чувствительная тема. И как-то даже абсолютно не укладывается в голове вот этот закон. И, насколько я понимаю, он, в общем-то, не совсем строго исполняется, потому что все равно женщины, те, кто хотят избавиться детей, выезжают в ту же соседнюю Чехию, делают эти аборты. И плюс это на сегодняшний день одна из главных таких протестных тем со стороны женщин. Еще один, на мой взгляд, слегка странный закон о запрете торговли в воскресенье, возможно, также навеянный религиозностью тем, чтобы люди проводили время с семьей на службу в костюме, привели к тому, что просто в магазинах шаговой доступности, где продукты дороже, просто стоят очереди в это же воскресенье и только усложняют, скажем так, процесс покупок. Но люди не перестают ходить в магазины, а просто ищут другой путь. Иначе что-то очень не хватает именно в воскресенье. Типа вот подгузники, например. Чтобы купить подгузники, нужно и идти в аптеку. Круг вас, слышу, из аптеки тоже не работает. Но и во всех подгузники тоже есть подгузники. У меня была проблема, нужно было купить, что съехали довольно далеко по суточному, чтобы купить эти подгузники. Почта. Здесь часто старался заказывать товары через интернет, чего раньше делал редко. Очень удобно. Есть такой сайт Allegro, где можно выбрать любой товар и заказать его себе на дом. Там есть, можно выбрать доставка курьером, или почтой, или почкоматом. Курьеры ничего не могу сказать. Напрямую, там, DHL, они приезжают круто. Как и почкомат. Больше всего люблю почкоматы. Почкоматы идеальны. Пришло смс-ка, приходит, что ваша посылка пошла в почкомат. Идёшь до почкомата в любое время, забираешь посылку, вводишь там код, номер телефона, посылку забираешь, всё супер. Но если заказывать через почту польскую, то это начинается какая-то ерунда. У меня был случай, жду посылку почты польской, звонит курьер. Я приехал. Я говорю, ну, хорошо, там, я жду. Я оставлю у охраны. Взял, закинул охраннику посылку. Без подписи, без подписи, что я взял, не взял. Потом приходится сообщение, что ваша посылка пришла. Ну, а я много посылок заказываешь, не знаю, какие я забирал, какие не забирал. Я пошёл на почту, у меня пришла посылка, показываю смс-ку. Она начинает смотреть, такая, да, есть посылка у вас, да. Я говорю, можно забрать? А, нужен паспорт или карта побыта. У меня не было документов. Хорошо, я вернулся домой, пришёл к ней. Говорю, вот, я принёс документы. Она такая, да, да, да. А не, вашей посылки нету. Вы же забрали. Говорит, я не забирал посылку. Мне это забрали. Вот у нас написано, что от Дебрана. Вот можно куда-то кому-то дать посылку, если ты по нёй не подписывался. В общем, может, посылка это быть где угодно. Ещё одним минусом в Польше для меня стал очень долгий процесс легализации, скажем так, получения первой карты побыту в связи с, видимо, неправильно выбранным основанием. А основание у нас было выбрано – это бизнес. И насколько я сейчас понимаю, по этому основанию в Польше, по-моему, никто и никогда не получал вида на жительство, потому что этот процесс реально затянулся на годы. И только изменив основание, мы, наконец, легализовались в Польше через, там, наверное, два или три года после ожидания. Так как ни в коем случае, поэтому ни в коем случае не рекомендую выбирать это основание как для получения вида на жительство здесь. Напишите, пожалуйста, минусы Польши из вашего опыта жизни здесь и подписывайтесь на канал. Будем дальше обсуждать жизнь в Польше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!